И начинается борьба. Это уже сложно. Но в такое время никто и не ходит. Карту прошли 4 человека. И там начнется настоящее мясо. Все. Сейчас начинается самое интересное. Правила турнира очень просты. Мы играем 5 режимов с Абершока. Бхоп, Сюрф, КЗ, Дуос 2 на 2 и обычные. В первом туре у нас Бхоп. Нужно будет пройти ту карту, о которой они не знают, за то время, которое мы укажем. Те, кто не смогут попасть в эти тайминги прохождения, вылетают с турнира. То же самое на Сюрфе и КЗ. В четвертом раунде Дуэллс остается 8 игроков. Игроки делятся на команды и играют друг с другом. И в пятом финальном раунде люди играют один на один. Создается сетка и победитель этого режима побеждает прокачку ПК. Что из этого получится, мы прямо сейчас увидим. А вы можете поставить лайк уже сейчас. Насчет лайка это убедительная просьба. Такие турниры по-настоящему проходят очень сложно. И лучшая ваша благодарность это просто поставить лайк. Каждый из них вложил определенный взнос. Каждый по 1000 рублей. Они все верят в свою победу. У каждого из них есть шансы забрать главный приз. Ну а кстати, сегодня впервые будет приз за второе и третье место. Поэтому ни с чем финалисты не уйдут. Это я в Айс. Он приехал сегодня в Питер, в Санкт-Петербург и из Казани. Он, этот парень, приехал из Казани сегодня. Элайс проиграл. Элайс проиграл. Чел, Элайс из Казани проиграл первую же игру. Что произошло? На 7 раунд минус 97. Минус 90? 7 раунд. Ну бывает. Спасибо, что приехал. Сколько тебе смелости? Или 10 классов у меня, как думаешь? Чего больше? Наверное, смелости. Я уверен в своих силах. Это, в принципе, часть чемпиона. Слушай, ну в любом случае. Ты вылетел тогда с какого раунда? С первого. С первого. Ты понял, почему ты это сделал? Почему ты вылетел? Да. Сегодня будет по-другому? Сегодня должно быть по-другому. Все, хорошо. По сути, прямо сейчас можем начинать. Я сейчас назову карту и выдам в беседу наших участников в сервер, куда заходить. И начинается борьба. Первый раунд. Условия такие, что в первом раунде вылететь могут единицы. Чтобы было бы как-то интереснее следить за турниром. Ребят, называю карту. На бэхопе мы играем арому. Нужно пройти карту быстрее, чем минута 30. Все, реставр-то случился. Турнир начался прямо сейчас. 42 секунды, 39. Нет, слушайте, первое задание вообще все пройдут. Такое чувство. Первый раунд должен быть легким. Чтобы не настроение было бы у всех. Ну и во-вторых, чтобы турнир не закончился так быстро для большого количества людей. Вы как герои выходите. Все? Уже даже не ходят. Да проходите. Какое тебе время? 46. 46. Если что, я поставил минут 30, потому что я судил по себе. Мне понадобилось. Даже он прошел, он вообще не умеет выходить. Да, я первый раз переходил. Минута 0,2. Сколько у тебя? Минута 0,2. Минута 0,2. То есть ты прошел следующий раунд. Глазь, поздравляю. 53, 59, 50, 42, 1, 22, 1, 25. Мы нашли третьего человека, который не прошел. Ты рассчитывал на КЗ Сюрф? Я рассчитывал пройти, ну, если повезет просто. Просто я только вчера начал учить. Второй тур. Прямо сейчас, ребят, карта Сюрф-Фрост. Вы должны пройти ее быстрее, чем за 33 секунды. Это уже сложно. В принципе, 30 секунды. Мой рекорд 45. Как-то с выхопа вылетело 10 человек. Осталось участников 42. Я думал, что будет поменьше, на самом деле. Каласи, какие у тебя ставки? Никакие, ее никто не пройдет. Не пройдешь? Никто и не пройдет. Но в такое время никто и не пройдет. Ну, ребята немножко такие расстроенные теперь. Изучают карту. Ситуация накаляется. Реально тут уже сложно. Давайте посмотрим, как это проходить. Они жалуются на то, что невозможно. У меня 43 секунды рекорд. У тебя или за 30 секунды? Ладно. Так, все, наблюдаем. Прошел уже? За 30. За 30? Вау. Все. Закачка есть. Привет, Юрий Вилькаса, Кирюш Шепцова и самому главному человеку в моей жизни. Визочки, ботраковые мои девушки. Ждите команду танцей на холтв. Данилу Конину привет, Андрею Карасеву, Илье Русяеву. Ну и Максима еще в кино с Гришей нехорошего. О, за 32 прошел. Офигеть. Кто это? Верка, верка, верка. 32 секунды. Если что, нужно было за 33 пройти. Ты прошел за 32? Да. Боже, тебе так везло. Почему пройдет? А, ну, одну секунду. Если что, нужно было за 33. А, тебе за 33 не прошло? Да. А ты прошел за секунду. Да. Все, поздравляю. Ты вон в 33 туре. У него последняя попытка. Последняя попытка его почему? Время такое? Да, да. Это полиция. Макс. Я прошел, да. А почему последняя попытка? Еще минуту же. А, ну, ребят. Все, конец. Стойте, стойте. Не переживайте. Сейчас посчитаем все результаты. Ты прошел, Илакс? Да. Прошел? А, только за 42 секунды. Ну, я не знаю, ты нереально типа. Ну, они прошли вас. Время, Лайя, я не знаю, что ты. Ты просто вышел тролль. 36? 36, 80. Пойду. 36, 9. Так, здесь тоже нет прохождения. Ладно, сейчас будем просить админа записывать все. Но ситуация оплаченная, на самом деле. Кто-то прошел там за 32 секунды, когда нужно было 33. 33, как минимум. А кто-то не смог в обратную сторону. 33, 45. Молодые люди, к сожалению, приходится менять правила. Но в лучшую сторону я иду на поблажке. Карту прошли 4 человека. Нет, даже 3. И на так, как нужно было. Меньше, чем за 33 секунды. Это слишком мало. Еще 2 раунда. И, как вы понимаете, 3 человека в финале – это бред. Поэтому у нас есть список тех людей, которые просто прошли карту. И именно эти 20 человек и продолжат игру. Сейчас я это озвучу. В общем, задание было сложное. По факту сложное. 33 секунды – это близко к мировому рекорду. Поэтому люди, которые прошли следующий тур. Это Импак 7-7. Жекич, Алоха, Бичис. И последний человек, который проходит третий тур на КЗ – это Зюма. К сожалению, все остальные люди, которые вообще не прошли карту, они вылетают. Это был список тех людей, которые хоть прошли карту. Я думаю, это честно. Потому что люди, которые прошли по правилам, их всего лишь трое. Я думаю, что есть смысл сделать право полегче и проходят те люди, которые хоть прошли. Такие дела. Но сейчас будет КЗ. КЗ будет из 20 человек примерно. И так будет уже интереснее. Сейчас у нас КЗ. 21 участник остался. И карта Беков. Нужно эту карту пройти быстрее, чем за 40 секунд. И только эти люди, которые смогут это сделать, проходят на дуэли. И там начнется настоящее мясо. Блядь, надо просто карту понять. Если что, давайте я раскрою секрет вообще. Может быть, тут есть люди, которые не понимают, что такое КЗ. Вы спамитесь внизу. И ваша задача, умея прыгать, паркурить в КЗ, добраться до самого верха и нажать на таймер. То кто это делает быстрее, то ты выигрывает. Такая вот легкая идея. Но самое интересное, что есть чекпоинты. То есть, если ты где-то упал, то ты можешь нажать на чекпоинт и вернуться на ту же точку, где был последний чекпоинт. Вот он закончил карту за 35 секунд. Он уже в четвертом туре. Поздравляю ты в финале. Прошел. Так, ребят, тут что-то интересное. 24, да, вот. Бэби-поинт. Ну, ферзь, ферзь на подписи. Вот он профессионал. Смотрите на его руки. Что он делает? Если вы хотите быть профессионалом, то берите пример у него. Смотрите, как он проходит в КЗ. У него 15 чекпоинтов. Так, у него есть чекпоинт. 28 секунд он у финала. Господи, 30 секунд, чел. Ты такой серьезный, ты что, сработаешь? Нет, я должен был на учебу прилететь просто. Ты что, издеваешься? А, сколько у тебя время? 33. 33, поздравляю, ты в финале. Сейчас у нас спорная ситуация. С третьего раунда вылетело 4 человека. Осталось 17. 17 человек и последний режим дуэли. Смотрите, это же нечетное количество, да? И как выбрать одного человека? В случае нечетного количества финалистов вылетает прохождение с худшим времени. Получается, мы делаем сейчас 16 победителей. Ой, 16 финалистов. Скажи, смотри, как я сделал. Я сейчас скажу им, выберите второго человека. Играем в дуэли? Нет, я просто скажу, играем в дуэли. Дуэли? Да, у нас есть дуэллс 1-1 и дуэллс 1-2. Я не буду назвать, какие они на дуэли будем играть. Я просто скажу, выберите себе второго человека. Если сказать просто выберите второго человека для дуэли, и я сразу уйду в админку, чтобы меня не страшили. Так, сейчас очень важно. Все должны быть здесь. Все 16 человек, которые выиграли. Ребят, сейчас важное условие. Остались дуэли. Дуэли, не дуэли. Каждый из вас сейчас выбирает себе напарника. Вы играете дуэли 2-2. Все, выбирайте и как-то беретесь в чате, вконтакте, напишите ваш никнейм и вашего тиммейта. У вас 5 минут на сбор команды. Они сейчас выберут себе сильных тиммейтов. И потом в финале будут играть в противопытого же человека. Так, и сейчас полуфинал. Мы играем 2 на 2 дуэли. Ребята выбрали себе напарника. И в 20 минут начинается игра. Игра началась. Спасибо за участие. Получается, мы почитали все игры. Импак плюс Маки выигрывает команду Пхокея 16-11. Зюмэй Диплекс побеждают 16-11. Мандраж и Ворк 16-10. Алоха Бичис плюс Вейв 16-13. У нас есть 8 финалистов. И сейчас начинается, по сути, финал, плей-офф. Ребята будут играть дальше в дуэли. Сейчас у нас будет новый раунд. Это дуэли 1 на 1. 8 человек осталось. В прошлом раунде вы выбрали своего напарника. И в этом раунде вы будете играть против него. 4 человека, которые остаются, играют дальше дуэли 1 на 1 до победителя первого, второго, третьего места. Так что начинаем. Меня зовут Дима. Мой никнейм Импакт. Я из города Санкт-Петербург. У меня для 200 Л Макс. Возвольте лет? 15. Даниил, 18 лет. 2 500 Л. Я с Ливной области. Я учусь и параллельно этому занимаюсь баскетболом. Я учусь на электрике. Турнир Огонь. Очень интересный опыт. И это мой первый раунд турнир. И я уже прошел в такую хорошую стадию. Все хорошо. Так компьютеры лагают. У меня сейчас очень сильный оппонент. Я думаю, что 50 на 50. Я думаю, минимальный. Почему? Ну, есть игрок такой, как Зюма. У него... Ну, я с ним раньше Лан играл. Один. Мы выиграли его. Но я его знаю просто. Я думаю, он выиграл. В субботу узнал. Начал готовиться к бахопу. Потом к серфу. В воскресенье. И в понедельник я подошел к всему комплексно. Сюрф, тюэль, бахоп, козэ. Играл сюрф только. Все, прямая вызов. Игра начинается. Все, игра пошла. Последний раунд. Последний раунд. Играйте. Меня зовут Олег. Играю под ником Зюма. Мне 22 года и 3 500 L. Я из Петербурга. Артем. Диплекс. 19 лет. Из Питера, но родом из Беларуси. 3 000 L. Работаю в банке. Учебу закончил. Занимаюсь только КСом. Посвящаюсь полностью КС. Ну, прикольно. Только сначала меня подружили с человеком, а потом разлучили. Теперь я играю против него. Столкнули лбами нас. Турниер. Бомба. Только некоторые условия. Чуть-чуть. Я думал, другие будут. В плане дуэлик. Не знаю. 50 на 50. Как во всем. Около 90-100. Не, не готовился. Работал. Пятидневку. Готовился. Приходилось в Уфе, КС. Но по большей части я играл в дуэли, потому что я знал, что у меня неплохо все с остальными стейджами. Началась вторая игра. Сейчас играют фаворит турнира Зюма и Диплекс. Диплекс вот. Зюма вот там. 14-8. То есть сейчас один раунд остался. Почему именно с Витей? Найс! Маля! Так, поздравляю. Получается Диплекс в финале. Дима. Мандраж 2H. Никнейм. Сам Петербург. 2-3 стояла. Ну, меня зовут Ваня. Ну, имя Ворк. Я придумал это имя, когда смотрел какой-то матч профессиональной команды. Вроде сам Бадди. Имя у киберспортсмена было. Там песня вроде сам Бадди, О, стол, мне что-то такое было. А мне подсушились этого Ворка, и я придумал так свои имя. Но сейчас у меня 7-й левел. Был до этого 9-й. Я с ЕЛО, потому что хотел соло добить до 10-го. Но сейчас 7-й левел. Ничем. Планирую пойти учиться. Я учусь на коммерцию, но это специалист по продажам. Хороший турнир. Мне нравится, что дается много времени на разминку. Потому что много турниров проходит. Именно приходишь, сел 10-15 минут и поехать. Вот. В целом, все хорошо. Очень классно. Мне нравится. Моя схема, тема, можно сказать. Сюрф давно начал играть. Потом подзатрачил его на очень долгом времени. Ну, и КЗ, там все эти режимы прикольно начал играть. Ну, вот. Дало успех. Может, процентов 70-80. Ну, учитывая то, что я выиграл 300, но все же, возможно, повезло, возможно, нет. Но я думаю, процентов 20 у меня есть. Ну, я знал, что будут какие режимы. Играл эти режимы. И все. Так и готовился. КЗ, БХОП. Я просто на протяжении двух дней играл КЗ, БХОП. Ну, и там дуэльки иногда поигрывал. Ну, серф я не стал играть, потому что карты более-менее знаю. Но установка ЦЗ и БХОП. Готовы? Уже играют. Что? Ну, ладно, молчу. Они уже начали играть. Нет, подожди, подожди. Нет, в городе, подожди. Я хочу простить еще раз. Ты седьмой левел. Седьмой левел. Только что обыграл вас десятый, наверное. Меня зовут Роман. Мой никнейм Вэйв. Я из города Новоуренгой. Мне 20 лет. Играю в КС. Илья, 19 лет. Восьмой лоуфейст. С города Приозерск. Я учусь на рекламу и связи с общественностью. Да, учусь в колледже. На автоматизацию. На механика. Круто. Классные впечатления дарят. Молода решил попробовать себя. Прошел до... Это полуфинала. Турнир понравился. Ну, были, конечно, небольшие задержки. Но все с меня понравилось. Ну, я рассчитывал на победу. Думаю, что я выиграю, так как я готовился. И в режимы эти часто я играю. Такие же, как у всех. У всех есть шансы выиграть. Так как обычно свой день в КС начинал. Разминался. Кейзи, серф, бухоп. Дуэли и пару каточек на фасике. Просто поразошел на твои сервера кибершок. Поиграл на бухопе и козе с серфом. Последняя игра в четверть финала. Сейчас играет Алоха Бичес против Вэйва. Вэйв это третий фаворит этого турнира. Вот он сидит. Так, карта Эншинт. Игра уже началась. Они это делают очень быстро. Все. хорошо начал хорошо начал ну и закончим так 16 так ребята давайте пик эти карты я слышу минус не на сердце минус оверпас так играете мираж первый полуфинал играет не пак против диплокса карта de mirage начинаем смотреть не рада 16 все оружие да минус минус даст минус вертига минус люк минус инферно и шо мираж хорошо сейчас начинается 2 полуфинал победитель попадает финал проигравший играет за третье место то есть возможно именно он получится не прокачку а возможно вот он и 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 Субтитры делал DimaTorzok Тоже точно второе место, а может быть и владельцы прокачки пока Так, пикаем карты, сейчас играем за третье место Impact и Wave Minus Ancient Minus Server Pass Minus Inferno Minus Dust Minus Dust Получается Mirage и Солнце Хорошо, вы играете Mirage Ребята, игра пошла, давайте Прямо сейчас начинается игра за третье место Победитель этой игры получает около 10 тысяч рублей в одни руки А проигравший покидает турнир без ничего Следующая игра у нас DIPOX против WORK на Dust2 И там уже мы узнаем, кто будет победителем прокачки пока Что это? Нет Нет Ну что ж, у нас есть победитель еще одной игры Ибо ты получаешь 10 тысяч рублей Ты третье место этого турнира Спасибо тебе за участие А сейчас самое интересное, то что мы ждали 8 часов Это тот, кто забирает прокачку ПК DIPOX против WORK Прямо сейчас Так, DIPOX Какие эти карты? Начина Минус Инферно Минус Мираж Минус Оши Минус Овер Минус Овер Осталось Даст Вертига Нюху даст Минус Вертига Минус Вертига Минус Нюху Даст такая Даст 2 играете Все, и сейчас конец Последняя игра Прямо сейчас Мы увидим, кто станет чемпионом И заберет прокачку ПК А кто? Займет второе место И унесет с собой 20 тысяч Так Ну что, приступаем Играем до 30 раундов Карта ДАС-2 Игра пошла Карта ДАС-2 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 Какие вы карты, вы все же не уставали. Здорово. 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 КОНЕЦ 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 Мужчина, мужчина Бля, бля 300 слабенько 300 слабенько, еб Бля, бля Слишком махуенный путь сделал, чтоб это История повторяется? Да, за его Я еще слышу за мной пацаны стоят, меня поддерживают Мне это придает эмоции Так, все, осталось всего лишь записать, что ты выиграл Мам, алло, я компьютер выиграл Я серьезно, я сейчас сижу 600 тысяч компьютер Я тебе серьезно Все, давай Давай, мам Молодец, красава Закончилась прокачка Первое место Это неожиданно Второе место Ты получаешь 20 тысяч рублей И третье место 10 тысяч рублей Такие вот дела Ну а прямо сейчас Мы поедем домой К мистеру Зайву И прокачаем ему ПК Это будет уже в другом ролике Не знаю когда Но это будет Для нас прямо сейчас Ну что ж Спасибо всем большое за просмотр Надеюсь, вам такие турниры нравятся Если да, то обязательно поставьте лайк И подпишитесь на этот канал С вами был я, Эрик Шоков Спасибо к киберклубу TopTap, который есть сейчас у вас в описании и на экране Всегда помогает в организации И очень классно всегда проводятся турниры Спасибо большое всем Всем пока Спасибо Спасибо Поехали!